По поводу воркаута, это сейчас тоже довольно модное направление. И думаю, что многим известно, что на портале Активный гражданин прошло голосование на тему должны ли профессиональные тренеры проводить занятия по воркауту. 72% сказали, что да, так и должно быть. Что сказать профессионалам? У нас в студии президент Федерации воркаута Московской области, Максим Попов, добрый вечер. Здравствуйте. Так что же думают профессионалы? Должны вы этим заниматься или нет, и бесплатно или нет? Ну мы всецело поддерживаем инициативу наших властей, конкретно Московского спорта, о том, что нужно проводить тренировки в парках, в местах, где люди могут просто прийти и позаниматься, не имея абонемент. Это очень доступно. И, конечно же, задача жителям показать, что это может делать каждый. Это не обязательно быть специально физическую подготовку иметь, а начинать с нуля, с элементарных подтягиваний, отжиманий, на брусьях отжиманий. Да, кстати, я хотел сказать, что воркауты это не только турник, правильно? Это еще и отжимания. Мы бы показали, что такое воркаут на самом деле, и посоревновались бы даже, наверное, но у нас турника нет. Да, воркаут это очень свободная дисциплина. Насколько фантазии хватает у ребят, вот так и они прокачивают себя. Я знаю, что у вас какая-то акция запланирована на 9 мая. На 9 мая запланирована акция рекорд победы. 25 568 раз нужно отжаться. Это ровное количество дней под мирным небом. В парке Горького пройдет такая акция в час дня. Вот анонсирую, приглашаю всех принять в нее участие. Ага, ну я, наверное, готов прямо сейчас внести свою лепту. Есть какое-то, ну есть правило, как нужно отжиматься или нет, или кто как сможет показать? А вот как раз про творчество я и сказал. Кстати, дарю вам футболку, чтобы у меня руки освободились. Три творкаут как раз. Ребята очень хорошо знают ее. А что касается упражнений, как раз здесь есть у вас для творчества варианты. Чтобы вы понимали, да, у нас не только девушки на канале способны. Да, вы можете широко поставить узкое. Я на кулачках. Да, на кулачках. В общем, различно. У нас, ребята, профики, они делают фристайл отжимания. То есть они вращаются, подпрыгивают. Но это совсем не для меня. Поэтому классические отжимания – это самый доступный. Сколько надо раз отжаться в рамках акции на 9 мая? Если на нашу акцию придет порядка 100 человек, 250 раз нужно будет отжаться каждому. 200? Так, стоп. Я хотел, думал, лепту внесу. Но мы будем делать сеты различные. То есть каждый сможет внести свой небольшой вклад в общую копилку. Очень коротко. Скажите, площадки для воркаута у нас в городе-то нормально, правильно обустроены? Обустроены правильно. Практически во всех парках есть такие площадки. Жители любого района Москвы могут выйти реально в свой ближайший парк и позаниматься воркаутом. Я вас понял. Собственно, выходите на улицу, занимайтесь спортом. Если не хочется напрягаться, то, в принципе, можете заняться и скандинавской ходьбой. Это вот так вот с палочками в руках. В основном любят пожилые люди. Но и молодежь тоже увлекается. Ну а с вами была программа «Сква сегодня». До встречи и удачи. До свидания.